Студия Ольга Балезина. Анна Лапшуна. Это программа интервью. Мы представляем сегодняшнего нашего гостя. Это Максим Сурайкин, председатель партии Коммунисты России, товарищ Максим. Заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области. Это тоже важно, потому что про местные политические темы мы вас хотим поспрашивать сегодня. Добрый день. Добрый день. Вы в Киров зачем приехали? Это подготовка к выборам, я так понимаю. Ну, у меня с Кировом давняя любовь. Я очень люблю уже старший родным Ульяновск, но Киров я, наверное, люблю даже где-то иногда больше, поскольку первый раз я в Киров приехал в 98-м году, мне был 21 год. У меня здесь была, ну, не первая, вторая любовь. А, ну, то есть у вас приятные воспоминания. Просто приятные. Я тогда ездил в Киров первые годы по 10 раз в году, а то и по 15. Поэтому я, на самом деле, все годы, минимум, там, 3-4 раза в году я приезжаю. Здесь у меня очень много друзей, и, там, ну, люблю я Киров, ну, что вы сделаете? И по странному течению обстоятельств, когда я был молодой и вступил в КПРФ в 18 лет, КПРФ тогда сохраняла в Москве еще старую советскую структуру, я вступил в партийную организацию Кировского районного комитета. И в 20 лет я даже стал секретарем по идеологии Кировского районного комитета Копыря в городе Москвы. Так что с Кировской областью и персонально Сергеем Мироновичем Кировым у меня очень много в судьбе связано. Но это ретроспектива такая все-таки. А сейчас вы приехали, наверное, не по личным делам. Ну, и по личным тоже, потому что, я же говорю, у меня здесь очень много друзей, друзья, товарищей. Но, естественно, уже поддержать областной комитет нашей партии в подготовке к выборам. И мы сейчас активно готовимся, у нас много кандидатов, поэтому у меня в том числе сейчас встреча с потенциальными кандидатами от нашей партии и в Государственную Думу по Думам в одномандатным округам, и по списку, и по одномандатным округам в Кировскую областную Думу. В законодательные собрания наши. Да, в законодательные собрания, да. Можно и так. А как вы оцениваете шансы на попадание в УЗС в свете того, что у нас там в следующем созыве вместо 54 будет 40 мест? Ну, я думаю, что шансы попадания, тьфу-тьфу, надеюсь, стопроцентные, да, потому что закон так устроен, сколько бы там они мест по списку не оставили, преодоление 5-процентного барьера все равно дает однозначно хотя бы один мандат. Вы рассчитываете 5 преодолеть? Ну, если мы в городе преодолели 5, на наш первый секретарь областного комитета, и кандидат в губернатор, Николай Александрович Бурсуков, сейчас депутат городской думы, у нас в городе тогда уже поддержало более 5% избирателей. Сейчас, я думаю, что результат может быть гораздо лучше, потому что к нам приходят настоящие коммунисты из КПРФ, которые ушли, которых знают люди, как депутатов и реально, так сказать, те, кто борется за права людей, да, кроме того и обком окреп, там у нас уже не одна сотня членов партии активных, да, и материально-техническую базу мы обкома тоже сейчас за эти годы подтянули очень сильно, так что у нас все есть, чтобы, может быть, выйти даже на 10-12%. Я думаю, что люди настоящих коммунистов точно поддержат. А много коммунистов в России сейчас в Кировской области, вот, количество членов? Ну, у нас количество членов партии пока не так много, около 200 человек, вот, но у нас буквально тысячи сторонников, да, поскольку в разных районах сейчас вот на нас выходят инициативные группы, поскольку будут выборы не только в Госдуму и в областное законодательное собрание, да, будут выборы еще и районных муниципальных дум и советов, и сейчас вот обкома активно работает со всеми сторонниками, так что я думаю, что у нас очень хороший потенциал, самое главное, что у нас есть настоящая коммунистическая убежденность, и я думаю, что люди это поддержат. А вот люди, которые приходят из КПРФ, они приходят к вам за мандатами или работать и не только в период предвыборной кампании? Или в КПРФ что-то не устраивает? Вы знаете, мы все время очень жестко смотрим кандидатов, да, особенно те, кто под выборы приходит, да, у нас даже есть такая концепция, вот многие ко мне приходят и говорят, вот мы хотели бы, ну, по всей стране, от вас побаллотироваться в Государственную Думу, я говорю, хорошо, вступайте в партию, в 26-м году мы вас обязательно выдвинем. Идет молчание некий, да, вы организуете? Ну, нет, ну, человек должен, мы уже зрелая партия, достаточно в этом году мы в статусе партии, нам уже 9 лет, у нас 6 фракций, субъектов федерации, у нас около 300 депутатов разного уровня по всей стране, мы принимали выборы, участие в выборах в Государственную Думу в 16-м году и заняли 5-е место, сразу первое после вошедших в Государственную Думу партии, мы участвовали в президентских выборах, да, мы добились регистрации нашего кандидата, поэтому, соответственно, у нас большой накопленный опыт политический, и, естественно, мы уже к людям подходим внимательно. Для нас главное, чтобы человек имел убеждение, не приходил именно за мандатами и решением своих вопросов. Поэтому понятно, что когда приходят, скажем, ну, известные коммунисты из КПРФ, да, и там, понятно, ну, человека видно за долгие годы по убеждениям, по действиям и так далее, тут вопросов нету. Когда приходят люди просто со стороны и говорят, здрасте. Я внезапно стал коммунистом. Я внезапно стал коммунистом, я говорю, ну, пожалуйста, побудь 5 лет, поплати взносы, поучаствуй в мероприятиях, сделай что-то для людей, там, одно, второе, третье, там, и через 5 лет мы посмотрим тебя, там, как потенциального кандидата, возможно. В Кировской области есть такие? Да, безусловно, безусловно. Сейчас, я просто фамилии вам не назову, потому что сейчас идет процесс организационный, я в том числе сейчас, у меня за этот приезд очень много встреч с потенциальными кандидатами, и там, по кругам Государственной Думы, и Законательное Собрание, и в том числе даже некоторые районные активные коммунисты по убеждениям к нам приходят, да, и поэтому сейчас вот эту работу мы и ведем как раз. Какое-то время назад коммунисты России воспринимались как партия спойлер, вот сейчас вот, ну, я лично такого не ощущаю, но не очень понимаю, какое лицо теперь у партии, кто от кого отстроился, а вы от КПРФ или от вас. Как вы себя ощущаете сами? Знаете, как в свое время Владимир Ильич Ленин говорил, для того, чтобы объединяться, надо сначала разъединиться, да, поэтому мы, естественно, в 2000, то есть история партии, я много раз это рассказывал, но всегда рассказываю, потому что у нас информационная емкость небольшая, и многие люди не знают, да, история же началась не в 2009 году, когда мы создали общественную организацию общероссийского коммунистов России, и не в 2012, когда мы преобразовались в партию, она началась в 2003 году, когда были выборы в Государственную Думу, и Геннадий Андреевич сделал такой шаг, на мой взгляд, это вот и погубило КПРФ, на самом деле она начала вот тогда гибнуть, как именно настоящая компартия, мы же все были членами КПРФ, он договорился с Ходорковским, группой ЮКОС, и включил около 20 человек список КПРФ на проходные места. Ну, сейчас уже мало кто помнит, но кто постарше и кто тогда переживал все это, и тогда все СМИ начали писать, и они правильно писали, что какие же вы коммунисты, когда у вас в центральном списке господин Кондауров, начальник службы безопасности ЮКОСа, миллионер долларовый с Майбахами, с Ройсами, яхтами, господин Муравленко, тоже долларовый миллиардер, еще там два десятка таких лиц, которые точно идут на проходные места в Государственной Думе. И как следствие, действительно, народ тогда не поддержал КПРФ. КПРФ упала тогда в 2003 году с 23,5% до 13%, потому что люди сказали, ну, какие же вы коммунисты-то есть у вас, олигархи, которые еще в 90-е грабили страну, все между собой попилили, а вы теперь, значит, с красным знаменем. Я тогда еще был молодой, мне было 25 лет, и я баллотировался кандидатом в депутаты Государственной Думы от КПРФ по 196-м одномандатному округу, и на каждой встрече буквально, вот по дворам, по подъездам, у меня прям вот, извиняюсь, мордой об стол. Мне выходили бабушки, дедушки, говорили, а вы это... Я говорю, да, ребят, я не брал этих денег, я к этому вообще никакого отношения не имею, я молодой коммунист, да? И вот после этого в партии начался серьезный раскол, потому что настоящие коммунисты, кто понимал, сказали, что Геннадий Ильич, ты должен уйти. А он зубами зацепился... Так 20 лет уж прошло. Ну, 17... Крепко зацепился. Да, ну, тогда же был в 2004 году и пленум КПРФ, где сняли Геннадия Андреевича большинством голосов, он не подчинился, провел свой пленум, где не было кворума, и потом свой съезд. Прошло два съезда КПРФ. Причем самое смешное, что съезд, который не избрал Геннадия Андреевича председателем ЦК в 2004 году, он был весь легитимен, там большая часть дельгата была, все было подано в Минюст. Геннадий Андреевич по своему съезду не представил никаких документов до сих пор. Но он добежал до власти, договорился, и Министерство юстиции нарушение тогда всех законов дало отказ в регистрации. Тогда стало ясно той группе коммунистов, тогда в России было около 50 тысяч человек, и в том числе и депутаты Государственной Думы, и два губернатора, и очень много депутатов, авторитетных коммунистов региональных парламентов, что надо выходить из КПРФ и начинать этот трудный процесс создания альтернативной, но здоровой коммунистической партии. Поэтому мы этот путь огромный прошли. Но когда мы стали партией, Геннадий Андреевич, он мастер клеит ярлыки, я вам скажу. Но вообще все люди из советского прошлого, мастера, и олигархи, и предатели, это всё... Он, к сожалению, не просто из советского прошлого. Я вот много думал на эту тему, что предатель, он переродился или что-то. Я вообще не люблю о нём, честно говоря. Говорите, это мне приятнее про нас, коммунистов, рассказывать, но немножко уже раскоснулись темы, расскажу. Дело в том, что вот когда происходили события, с начала 93-го года расстрел Белого дома, я там сам был в 15 лет, да, и он выступил и призвал людей не выходить, и это привело к тому, что, так сказать, вот эта борьба тогда с Ельцином, она как раз завершилась этой трагедией, потому что народ не вышел, да. 96-й год, когда он выиграл выборы и сдал их, да. И мы тогда обсуждали все, что, ну вот, там, то ли предал, то ли испугался, то ли что-то. А в тот период есть такая общероссийская организация, российские учёные социалистической аритации. Я как молодой коммунист, там, ну, у меня была интересна вся теория, все эти конференции, и до сих пор интересно. Я тогда создал молодёжную секцию российских учёных социалистической ориентации, я активно там работал, и потом входил в руководящие органы, и там было очень много ветеранов, профессоров, интеллигенций, которые присутствовали при всех событиях там, и там в конституционном суде, и так далее. И я вдруг выясняю от них, что я не знал, что оказывается. Геннадий Андреевич Горбачёв, вот ведь, Геннадий Андреевич Зюганов. Он, оказывается, в конце 80-х работал не где-нибудь, а замзав отдела идеологического ЦК КПСС. А руководителем это было секретарь ЦК Александр Яковлев, который ещё в середине 80-х был завербован ЦРУ. Это официальные факты, которые им самим подтверждены. И сразу после 91-го года заявил о том, что он ярый антикоммунист. Как вы думаете, будет такой человек у себя первым фактически помощником держать идеологически несоответствующего его мнению человека, да? Поэтому он не просто, так сказать, политик, он мастер идеологических и информационных вопросов. Поэтому как только мы стали партией, он со всех трибун начал с утра до ночи говорить, что это кремлёвский проект, что ложь, что это спойлеры, что тоже ложь. И даже когда мы только первые были выборы 2012 года, мы только стали партией. Ещё у нас очень тяжело было и с количеством людей, и с материально-технической базой. Вообще у нас было на всю страну в одном помещении 30 квадратных, на которые мы 30 тысяч собирали со всей страны вместе с арендой. И тогда уже у нас в Карачаево-Черкесии прошли первые два депутата. И при этом по списку, вот этот муниципальный список, мы набрали 16,7%, а КПРФ набрало там 14%. И я потом всегда говорил, покажите мне того спойлера, который получает больше, чем того, кого... Чем оригинал. Чем оригинал. Очень много действительно ветеранов, убеждённых людей до сих пор ещё, да? Они потихонечку нам переходят, иногда целыми райкомами, даже иногда бывает обком. И вот в Татарстане несколько лет назад там аж 24 райкома там перешло в полном составе, да? Но уже на уровне областных организаций, федеральных, это полностью коммерциализированная структура, которая использует, как сегодня модно говорить, бренд-нейм, вот, а реально решает свои коммерческие вопросы. Поэтому мы сейчас единственная, официально зарегистрированная, подлинная коммунистическая партия коммунистов России. Так, подождите, а я вас правильно поняла, что вы против включения там в ряды коммунистов России людей обеспеченных? Или очень обеспеченных? Мы против включения в ряды коммунистов России людей, которые не имеют коммунистических убеждений. А уж обеспеченные или не обеспеченные, другой вопрос. Только просто большинство обеспеченных, когда к нам приходят, допустим, обеспеченные, и я им говорю, ребята, окей, вы обеспеченные, вы можете... Во-первых, делитесь. Во-вторых, депутатами вы, скорее всего, не будете, с вероятностью 90%. Отработаете 5-10 лет. Тогда послушайте. Да, большинство уходит, но некоторые остаются. Вам никто не говорит, вы кошелек прогнали от нас. Знаете, опыт показал, что вот эти кошельки, как вот они приходили в Каприю Великой, вот ее перерождение. У нас мы видим, что не надо так много денег на политику на самом деле. Это буржуазным партиям надо там десятки, сотни миллионов. Мы за очень скромные деньги делаем гораздо больше для людей и на выборах, чем любая буржуазная партия в сто раз примерно, да. Поэтому там, где там Единой России, там надо, не знаю, 200 миллионов, мы обойдемся двумя, вот. Их соберем, мы вот сейчас налаживаем систему сбора взносов по Сбербанку онлайн. В том году мы уже собрали миллион рублей за год. Это пока мало. Ну, скажем, на выпуск газеты уже начинает хватать. У нас ежемесячно выходит федеральная газета 50-100 тысяч экземпляров. Ну, сейчас 50, потому что с землями стало чуть похуже, да. Ну, скажем, 50 тысяч на год миллиона рублей уже хватает. Сейчас мы еще, так сказать, поработаем над этим вопросом. Может, будем собирать 5-10 миллионов, да. Про добрые дела. Да, да, да. Вот просто напрашивается вопрос, как вы относитесь к тому, и вообще готовы ли сами поддерживать какие-то общественные проекты, например. И обычно бывает как? Обычно перед выборами это все происходит. И, естественно, возникает мысль, зачем вы это делаете? Вы, в смысле, политические партии, зачем включаетесь в какую-то работу? У нас тут вот история была с экоцентром в Кирове буквально несколько дней назад, да. Пробивали несколько лет возможность какого-то стационарного помещения, куда можно приносить вторсырье на переработку. Ну, мы все понимаем, экологическая повестка, да. Вот, не получалось, но вот сейчас благодаря гранту, по-моему, федеральному, да, партии «Новые люди» получилось. То есть экологи выиграли грант и получили это помещение. Вы... Случайно в выборный год. Готовы? Да, вы готовы что-то делать подобное? Значит, ну, во-первых, мы это делаем, да. Другой вопрос, конечно, понятно, что за партией «Новые люди» стоит, так сказать, хорошая, крепкая финансовая система «Феберлик», господина Нечаева, миллиардера, да, поэтому он может себе позволить такие развлекалочки. Это хорошо. Пожалуйста, все миллиардеры приходите. Мы только за то, что чем вы больше денег раздаете людям, особенно малообеспеченным, это вот только за. Мы, естественно, такими ресурсами не обладаем, но, значит, вот у нас сейчас 76 региональных отделений партии, и там, где более-менее отделения стоят на ногах, это примерно половина, они постоянно, на самом деле, ведут работу. Постоянно мы проводим то общественные мероприятия, то поддерживаем инвалидов, то... Даже у нас есть обкомы, которые содержат несколько сантехников, которые бабушкам и дедушкам ходят и ремонтируют постоянно, независимо от выборов, да. Вот, значит, вот тот же Ульяновский обком, где депутат в законодательном собрании, да, вот год назад, когда была острая ситуация с ковидом, мы собрали благотворительно и раздали порядка, там, двух-двух с половиной тысяч пайков. Причем мы и на свои деньги это все собрали, и наши активисты все это разнесли, да. В Татарстане такая же история, еще могу много назвать. Поэтому мы это делаем всегда. Мне всегда журналисты очень любят, особенно федеральные, как это называется, предъявлять. Ну, вы же от выборов до выборов, а где же вы были? Я говорю, а что же вы о нас-то между выборами-то не пишете? Зайдите вот на наш сайт партии, там в день от пяти до десяти новостей из разных регионов, где мы там занимаемся кураторством там на детским домах, где мы занимаемся поддержкой инвалидов, где мы, так сказать, пробили бюджетные средства там для строительства дороги, ремонта там, так сказать, ветхого жилья, да. Это вот каждый день. Ну, просто об этом не пишут, потому что у нас своих информационных мощностей не хватает, потому что вот у газет 50 тысяч, ну да, есть группы в социальных сетях по 5-15 тысяч, но это ничего. А, к сожалению, журналисты о нас пишут только на выборах. И получается впечатление у простого человека, что мы от выборов до выборов. Но если вы возьмете, вот зайдете на наши информационные ресурсы, вы увидите каждый день, что партия каждый день как настоящая компартия работает и что-то делает для людей. Это плохо вообще? Ну, вот если все-таки говорить о том, что что-то делает партия перед выборами, это плохо, когда партия что-то делает ради пиара, но кто-то с этого получает все-таки. Я считаю, что все, что приносит пользу обществу и простым людям, все хорошо. Другой вопрос, что избиратели должны разбираться, и они, кстати, разбираются. Вы знаете, мы давно уже столкнулись с тенденцией, да, и она правильная, что избиратели у нас очень многие, ну, наверное, все достаточно умные. Ванька слушает, да есть. Они все берут, а голосуют потом, как считают, необходимы. Вот, кстати, про выборы и пиара. Поэтому тем же новым людям они не понимают, что это им не поможет. Вот я помню, 12-й год, мы только стали партией, да, мы такие воодушевленные, что мы, наконец, мы с 3-го и 4-го года боролись 8 лет для того, чтобы добиться статуса партии, чтобы создать, чтобы официально участвовать в выборах. И мы думаем, ну, все же понимают, что КПРФ там вот прогнило, что она вот уже не коммунистическая, сейчас мы пойдем на выборы, и нас все поддерживают, и мы сейчас везде пройдем. Да фигушки. И мы начали набирать полтора, два, три, ну, я там молчу про фальсификацию, может, там мы больше набирали, там массу где ловили, и добивали даже уголовных дел на комиссии по всей стране. Мы вот это, могу там два часа вам на три лекцию рассказать, да. Но мы потом поняли, что люди, кто-то поверил, что мы спойлеры, вот. Кто-то просто сказал, что незнакомые партии, и сколько мы там не заваливали газетами и не делали, люди не пошли за нас голосовать. Вот годы прошли, у нас уже сейчас шесть фракций субъектов федерации. Мы уже набираем по пять, по семь, по восемь, даже по двенадцать процентов, особенно муниципальных, да. Это конкретная работа, потому что люди видят, вот существует организация, она заявляет, но она и делает между выборами постоянно что-то. Поэтому даже вот все новые партии, в том числе и новые люди, они где-то недопонимают, что сколько ты денег не вливай, к счастью, у нас значительная доля избирателей, достаточно зрелые люди. Да я вас не пытаюсь толкнуть, я просто как вот в ближайших примерах привела. Не, 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 я с ними не собираюсь толкнуться, потому что я думаю, что после выборов, не знаю, там, так сказать, их история закончится на этом этапе. Вот, я бы сильно удивлюсь, если они продолжат свою деятельность. Вот, но, тем не менее, если что-то приводит к тому, что приходят деньги на благие дела и простым людям, я только за. Я, если бы мог бы, я бы еще таких вот 20 миллиардеров бы, как молодежь говорит, развел бы в пользу людей. Да, вот о выборах и предвыборных, там, не знаю, громких заявлениях. Если я не ошибаюсь, недавно ведь вы, по-моему, сказали по поводу того, что надо кормить наблюдателей на выборах, на трехдневных. И вас уже обвинили, по-моему, в предвыборных каких-то, опять же, пиар-технологиях. Ну, это действительно, трехдневное голосование мы, на самом деле, против выступаем, да, потому что вот эта благая идея, ну, что вот избирателям когда удобно. На самом деле, вот опыт прошлых выборов, прошлого сентября, показал, что явка не только не увеличилась, она в некоторых регионах еще и упала очень существенно. То есть, по многим регионам явка была по региональным выборам, что ли там не 15-18%, да. А вот наблюдать за этим очень сложно. И это, естественно, рождает недоверие к выборам, да. Разумеется. Вот, тем более, что вот каждый день люди голосуют, да, и на самом деле, может, последнюю ночь этот конверт подменить полностью, 100%. Ты наблюдай, не наблюдай, вот. А результаты не будут. Да, результаты не будут, результаты будут еще хуже. Поэтому единый день голосования один, ну, хотя бы позволяет возможность всем понаблюдать, поконтролировать и так далее. Но, естественно, если уже наблюдать три дня, то людей надо кормить. Людей всегда надо кормить. Кто деньги на это должен найти? Партии, которые наблюдатели отправляют на участки, или все-таки это из бюджета? Ну, на самом деле, партии, большинство, кто направляет, они как раз пытаются найти. Ну, по крайней мере, мы, все наши наблюдатели, мы им выделяем средства на питание всегда, да, либо развозим питание в зависимости от региона. Ну, потому что сложно вообще замотивировать человека просто идеей чистоты выборов сидеть там, да, хотя бы один день. Ну, они же еще не могут отлучаться с участков. Да, не, ну, опыт показывает, вот, скажем, наши члены партии, да, убежденные, они сидят бесплатно, да. Естественно, мы ее отвозим, и привозим, и кормим, да. А когда нам не хватает в каких-то регионах, и мы там идем на победу, и хотим поймать, да, естественно, мы, как и любая другая партия, ищем наблюдателей, которым мы оплачиваем эту работу, да. Ну, конечно, вопрос, если человек получает деньги, да, то он же на работе, на любой работе ты приходишь, тебе же еще, ну, мало где еще питание бесплатно. Хотя у нас, например, в ЦК партии, у нас питание бесплатно для всего аппарата ЦК, у нас отдельно повар, там мы кормим всех, кто пришел. Так что вы будете в Москве, заходите, мы вас тоже покормим. Вот, поэтому, соответственно, ну, по большому счету, раз уж государство такую катавасию устроило, с трехдневных голосований, так пусть и кормят. Да, а ночевать зачем? Так на участке дежурили? Ну, конечно, потому что, ну, представьте себе, вот конверт остается, все ушли. Вот, а что там подменить конверт-то? Понимаете, без всяких проблем. И другая проблема, что, конечно, еще надо бы, там в законе, на самом деле, есть, что, ну, правда, при досрочном голосовании, да, что если настаивает кандидат или его доверенное лицо на отдельном подсчете этого конверта, то должен быть производиться отдельный подсчет. Вот в прошлом году мы поставили эксперимент. В сентябре там по целому ряду регионов мы такие заявления подали, нам везде комиссии отказали и вбросили эти бюллетени в урну. Вот, а так было бы, если бы это в законе обязательным порядком, да, ну, понятно, что если за три дня голосования один кандидат или одна партия набрал 100%, всем будет все ясно. Но власть на это не хочет, к сожалению, уйти. Поэтому, естественно, вот опыт показал там, где мы, наши кандидаты, побеждали с боем, да, только вот круглосуточное наблюдение, там, дежурство у этого сейфа прямо с мордобоем, извиняюсь, да, так сказать, позволяет добиться результата. Немного времени остается нам перед рекламой. Задам вопрос, поговорим... У нас две с половиной минуты еще есть. Да, вот это просто, ну, чудеса, надо просто посопоставлять факты. Вы вот в ЗАГС-собрании Ульяновской области работаете. Два миллиарда рублей федеральный бюджет выделил Ульяновску на реконструкцию мемориала Ленинского. Кировская область в год вся получает на ремонт дорог из федерального бюджета порядка одного миллиарда рублей. Ну, побольше немножко. Ну, немножко побольше. На 650-летие города Кирова федеральный бюджет нам выделит полмиллиарда рублей, а два миллиарда рублей, я не знаю, вообще нет такой статьи расходов в Кировской области. О чудесах, не знаю, лоббирования, как, почему деньги текут на юг, почему деньги не текут сюда, вот я предлагаю... Ну, как раз избирателям область. После рекламы. Да, хорошо. Программа интервью продолжается. Мы с Ольгой Болезиной в студии. Наш гость Максим Сурайкин, председатель партии «Коммунисты России». Товарищ Максим, я вот, честно, как-то немножко мне фамильярно, кажется, так к вам обращаться, товарищ Максим. Ну, вы знаете, это уже сложившаяся традиция внутрипартийная, я уже привык. Понятно. Ну, вот товарищ Максим нам сейчас будет отвечать на вопрос, который Оля задала перед перерывом, да. Можете считать, что я пулемёт, тогда это не... Хорошо. Как удаётся вообще привлекать средства на юге области, и почему на севере не удаётся привлекать средства? В чём наша проблема, на ваш взгляд? Ну, это вот как раз вопрос к избирателям, понимаете, это означает, что вы выбрали не тех депутатов. Потому что, ну, это было поручением Политбюро мне войти в состав Законодательного собрания Ульяновской области, и, ну, ведь так удачно вошёл, что, будучи одним человеком, человек-пароход фракции, ну, по закону считается, что даже один человек – это фракция. Да, фракция. Я даже стал заместителем председателя Законодательного собрания. Я туда пошёл почему, и почему Политбюро такое решение приняло. Потому что у нас уже было шесть фракций, и нам надо было понимать, как работает вот этот вот механизм законодательный, законотворческий в субъектах Федерации, потому что мы как партии, естественно, фракциями должны управлять, чтобы они работали максимально эффективно в интересах наших избирателей. И я вам честно скажу, что я вот рад, потому что я прошёл такой, знаешь, уже за последние, там, два с половиной года, там, целый университет. Как работают комитеты, как работают, я вхожу в Ульяновской области в бюджетные комитеты, в социальные, как проходят механизмы, как подготавливают законопроекты, как поправки в бюджет вносятся, как работать с федеральным центром, получить бюджетные деньги, да? Поэтому, безусловно, фактически, чтобы субъект Федерации получал федеральные гранты, дотации, так сказать, прямое выделение средств, да, это всё, прежде всего, ну, понятно, что и работа правительства области, но, прежде всего, лоббистская работа депутатов. Вот я могу сказать, вот сейчас я ещё отдельно для Ульяновского, ну, как депутата Ульяновской лоббирую, да, вот у нас есть в Новоспасском районе проект необходимо строительство школы на тысячи, там, по-моему, 150 мест, вот, примерно, нам нужен миллиард двести. В области не хватает бюджета, ну, хотя я говорю, действительно, в Ульяновске, так сказать, мы очень активно с правительством работаем, и вот выделение 2 миллиарда 100 миллионов на мемориальный центр имени Ленина, но, ну, понятно, что хотелось бы и Кировской области такие деньги выделить, но вот сейчас, если фракция пройдёт, то я отдельно займусь, так сказать, тоже лоббированием федеральных денег для Кировской области, у нас будет инструмент, да, если избиратели нас поддержат. Ну, там, вот, мемориальный центр имени Ленина, это реально, там, жемчужина всероссийская, да, потому что это огромный комплекс, много тысяч квадратов, и вот эти деньги, кстати, только на ремонт фасадов были заложены. Да, у вас ещё 2 миллиарда, да, там ещё 2 миллиарда, мы сейчас лоббируем, с министерством культуры почти договорились, но сейчас губернатор сменился, ну, посмотрим, я вот с губернатором ещё не разговаривал, я думаю, что выбьем, да, но там, на самом деле, оно и возвращается, то есть миллионы туристов ежемесячно приезжают, особенно из Китая сейчас, да, так сказать, в Ульяновскую область, и, так сказать, мемориальный центр постоянно работает, получает деньги. Миллионы. Миллионы, миллионы, реально. Не китайские туристы, кстати, их же много, китайцев. Китайцев там под 2 миллиарда, так сказать, официально полтора, а так реально под 2, поэтому... Их много, они большими делегациями. Много едут, и у нас и мемориальный центр, и исторический центр города, и там музей-усадьба, ну, там реально, так сказать, ну, вся история, поэтому в это надо вкладываться. А Киров-то тоже ведь мог бы что-то предложить китайским туристам, у нас же про это тоже говорится, у нас коммунистические там есть какие-то объекты. Нет, это просто однозначно, поэтому вопрос... Давайте секреты-то про деньги уже. Нет, ну вот я вам рассказываю про деньги, да, это... Я просто с трудом представляю любого депутата, который куда-то ходит. У нас обычно это, ну, министры какие-то региональные, а... Или губернатор. А почему вы депутаты? Нет, я вам... Ну, мне, конечно, полегче, я как федеральный руководитель, да, я поэтому... У меня нет берегов в этом вопросе. Я даже в законодательном собрании выступал, я говорю, ребят, ну, вы используете меня, да, ну, даже КПРФ, который там сидит, меня ненавидит. Я говорю, ребят, ну, в интересах области я, в отличие от вас, могу пойти к любому федеральному министру, да хоть я к председателю правительства могу пойти, да, и потребовать от него решение вопросов. А если он, не дай бог, их не решит, то я все информационные пушки партии разверну против него, и неизвестно, где он потом сидеть будет и куда поедет, да, поэтому есть. Но там есть технологии. Вот я вам могу сказать, что вот если там за выделение средств на мемориальный центр, мы там с губернатором вместе боролись, да, хоть единороссы, у нас политически мы несовместимы, но в интересах области, и уж тем более мемориалы имени Ленина, мы вместе писали письма, ходили, он там договаривался напрямую с президентом, да, то вот сейчас вот, например, у меня вот есть, я пообещал там своим избирателям в Ульяновской области, что я обязательно еще несколько миллиардов на социалку, на решение вопросов приведу в область, да. И вот конкретный пример, да, Новоспадский район, нужно школу большую строить, там миллиард двести или миллиард триста надо на эти, понятно, что федеральных денег, да. Иду к члену Совета Федерации нашей области и спрашиваю Сергея Николаевича Рябухинской, посоветуй, как добиться, чтобы нашей области дали денег. Он говорит, вот надо идти к замминистру, там, называют мне фамилию. Я иду к замминистру, он мне говорит, да, блин, чешет репу там, блин, да ты понимаешь, у нас тут сокращение, тут бюджет урезали, я тут и так все сократил, я там не могу. Ну ладно, Новоспадский район, ну ладно, ну давай, вот рассказывает, например, лайфхак. Оказывается, каждая область им дает список, ну, приоритетных объектов, да, и, как правило, говорит, мы хотя бы один объект, который номер один, финансируем. Вот, это первый путь. Второй путь есть, так сказать, адресная инвестиционная программа, да. Ну, говорит, это мне не зависит, мы сейчас вот ваш объект, поскольку тут уже письма описались, мы включили, но мы подаем Минэкономразвитие. Оно должно утвердить, а второй этап еще Минфин должен дать деньги. Значит, немножко мне надо дойти до Минэкономразвития, найти, кто за это отвечает, и с ним поговорить, если он будет сопротивляться, подумать, что с ним сделать, да. А потом пойти еще в Минфин, чтобы он выйдет. И вот вам, пожалуйста, так сказать, и... То есть, если это все ножками пройти, со всеми заобщаться, заговориться... То шансы есть. Шансы очень большие, потому что, на самом деле, в федеральном бюджете остается каждый год даже до сотен миллиардов, потому что не берут многие регионы. Ну, вот даже Путин в послании, он правильно сказал, я начал сказать, я дальше разбираюсь, да. Значит, есть, например, вот замечательная федеральная программа, рассчитанная, по-моему, 2,5 или 2,7 триллиона развития и поддержка сельских поселений, там, муниципальных и так далее. По ней предусмотрено федеральное финансирование, строительство дорог, строительство социальных объектов, подведение газа, электрификации и так далее. Все федеральные программы рассчитаны так, что должно быть софинансирование региона. Было 50 на 50, сейчас преимущественно 82 на 18, там, ну, 82 федерально, по этой программе 97 на 3. То есть, условно говоря, если, допустим, Кировская область, если депутаты, извиняюсь, задницу оторвут, да, значит, допустим, проедутся по главному муниципалитету, где нужна дорога, где нужен мост, где нужно это, насчитают, условно говоря, даже нас, не знаю, дикую цифру, 100 миллиардов, да, в бюджете достаточно будет Кировской области заложить 3 миллиарда и придет 97 с федерального центра. И тогда в области нашей родной Кировской, да, помимо того, что это построится, это еще частично, вот у нас в Ульяновске постоянно раз в квартал доп. дохода бюджета постоянно последние, там, 5 лет, да, потому что приходят федеральные деньги, местные организации наши строят, а налоги с зарплатой и прочие доходы идут в наш региональный бюджет, да, вот, то есть, это вот такая двойная выгода, просто надо работать. Просто однажды надо найти 3 миллиарда на законодательстве. Ну, мне кажется, тут важнее найти крепкие ножки, ножки желания, ножки желания. Да нет, ну, можно начать не с 3 миллиардов, а с 300 миллионов и так далее, поэтому это всегда можно найти. Другой вопрос, что это потом будет приносить больше денег, и на эти же деньги можно дальше двигаться. Ну, понятно, геометрическая прогрессия. Конечно, ну, просто надо работать, я даже, пока я не стал тоже региональным депутатом, я тоже недопонимал. Я все думаю, ну, как это все работает, откуда эти все деньги, как оно, чего. Сейчас очень хорошо понимаю. Слушайте, ну, вот вы человек, сказали же, да, в начале программы, в Кирове не посторонний, не первый год сюда к нам приезжаете, еще в советское время, да, ну, практически в советское приезжали. Ну, в конце 90-х, да. Вы видите, как город меняется. У нас вот тут сейчас такая масштабная программа, у нас же юбилей города будет, да, скоро, по ремонту фасадов. Вот, денег-то нет, обещали много, но не дали ничего практически, да. И вот сейчас у нас ремонтируют к юбилею фасады за счет средств капремонта. И столкнулись уже люди с тем, что цены поднялись, подрядчики сейчас за прежние, там, деньги частично отказываются работать, и уже есть такая мысль, а давайте мы на чем-нибудь сэкономим. Экономить решили на утеплении фасадов и сделать просто вот, ну, внешний вид, картинку, пыли в глаза пустить, то есть мы красиво вам сделаем, сколько это послужит, и все. Вы как к этому относитесь? Ну, конечно. Лучше меньше сделать, но по-хорошему. Зато вы будете приезжать, и будет красиво. Лучше сделать и все по-хорошему, потому что я тоже, тот период, когда я ушел из КПРФ, пока бы не возродили партию, я много занимался хозяйственной деятельностью, я могу сказать, у многих организаций я был генеральным директором, поэтому в экономике разбираюсь хорошо. Поэтому, вот, условно говоря, я и зимой тоже много приезжал, когда у нас здесь морозы до минус сорока, когда выходишь в джинсах, они становятся дубовые, да, поэтому, скажем, для Кирова, и северной территории утепление, оно первым вопросом. Поэтому, на самом деле, просто надо искать деньги. Деньги в бюджет, на самом деле, есть всегда. Я вас уверяю, что если мы сейчас своих специалистов посадим по анализу бюджета кировского, до любой области, да, там не будем ругать, то мы там найдем минимум 10-15% нерентабельного использования средств. Потому что, ну, я говорю, много примеров могу привести. Поэтому, соответственно, надо просто искать деньги, тем более тут хочу поздравить всех кировчан с присвоением звания города трудовой доблести, это очень правильно, да. Я думаю, что там тоже можно и в федеральном бюджете покопаться, под что это попадает, и просто надо идти в правительство и выбивать деньги. Тем более, скажем, для федерального правительства, я уверен, что это очень небольшие деньги. Время Блица пришло. Звукорежиссер подсказывает мне в ухо, что мы заканчиваем. Да, мы заканчиваем. Блиц практически без размышлений. Странные вопросы сразу предупреждаю, но без намеков вообще ни на что. Быть богатым в 2021 году стыдно? Согласны, нет? Я считаю, что честно заработано быть богатым не стыдно. Дальше. Смотрите сериалы, товарищ Максим? Очень редко, но иногда зависаю. Наши или зарубежные? Люблю наши, да. Вот тут недавно был в небольшом отпуске, буквально ночью пришел в номер, думаю, посмотрю, немножечко ТикТок, как ни странно, да. Ну, я просто его изучаю. Мне интересно, как политику, так сказать... Как это работает. Да, 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 бойцу информационного фронта натыкаюсь, но маленький ролик из сериала «Небесный суд». Это наш сериал, я на нем знать не знал. Я думаю, дай-ка я посмотрю на Тьюбе, ну и что вы думаете, там, четыре с половиной часа до семи утра. Многие боятся. Это бывает редко, да, это бывает там раз в несколько месяцев, там, может быть, раз в году, да, но, естественно... Иногда есть. Особенно наши сериалы очень люблю, просто времени нет на это, но когда вот попадает, то сразу убойно. Про отпуск еще хотели спросить? Вопрос про отпуск в 2021 году. Куда поехать? В Россию или с границу? Ну, куда можно? Ох, вы знаете, я патриот России, я люблю и Крым, и люблю нашу Родину, но вот пока правительство не наведет порядок с ценами, потому что цены реально... А с сервисом? С сервисом, само собой. Ну, когда за этот сервис очень, там, к сожалению, в основном недалекий, да, еще и три шкуры спускаются, это просто позор, да, поэтому с этим что-то надо делать, да, потому что, ну, как так может быть, когда слетать в Египет сейчас, да, в три раза дешевле, чем отдохнуть в Крыму, вот, или в Краснодарском крае, вот, и причем и сервис, и так далее. Поэтому нам надо добиваться вот восстановления этого. Я, честно вам скажу, когда денег не хватает, да, я езжу в тот же Египет, потому что, ну, что, я человек тоже, если мне на семью не хватает, я поеду, я лучше на две недели поеду в тот же Египет, да, чем на пять дней в Крым. Хотя российские курорты... Качественно и недорого. Качественно и недорого. Максим Сурайкин в нашей студии был председателем партии «Коммунисты России». Товарищ Максим, все, мы заканчиваем, звукорежиссер уже торопит нас. До свидания, до новых встреч. Спасибо, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok